Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у 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 нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 11 августа. Житие преподобных отец наших, Феодора и Василия Иноков Киево-Печерских. Корень всем злым – сребролюбие есть, говорит святой апостол Павел. Исполнение этого изречения мы видим в настоящем житии преподобных Феодора и Василия. Враг и виновник зла возбудил в душе святого Феодора греховные мысли и намерения ничем иным, как сребролюбием. Через сребролюбие дьявол причинил телесные страдания и смерть не только преподобному, но и советнику его блаженному Василию. Об этих святых отцах повествуется следующее. Преподобный Феодор во время жизни в миру обладал очень большим состоянием. Услышав однажды слова Господа в Евангелии «Всякий от вас, который не отречется от всего имения, не может быть моим учеником», он посоветовал им, оставив мир и раздав свое богатство нищим. Преподобный Феодор сделался чернористом Печерского монастыря, ведя жизнь полную подвигов. По приказанию игумена он поселился в пещере, известной под именем Варяжской, где и прожил много лет, соблюдая строгое воздержание. Во время пребывания преподобного Феодора в этой пещере дьявол поселил в нем скорбь и сожаление о розданном нищем имении, приводя ему на ум преклонность лет, слабость здоровья и худость монастырской пищи. Блаженный Феодор не понял, что подобные мысли есть дьявольское искушение. Забывая слова Господа «Не заботьтесь о душах ваших, что вам есть или что пить, посмотрите на птиц небесных, которые не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец ваш небесный питает их». И видя нищету своего, он начал приходить от скорби к отчаянию, с каждым днем все более пленяясь искушением. Однажды он открыл, ничего не утаивая, свою печаль своим друзьям. Среди фернаристов Печерского монастыря был некто Василий, один из наиболее добродетельных по жизни. Желая извлечь преподобного Феодора из рва отчаяния и утешить его, он сказал ему, «Молю тебя, брат Феодор, не губи награды своей, но если ты сожалеешь об имении розданным нищим, то я постараюсь возвратить его тебе в том же количестве. Ты только скажи перед Господом, чтобы твоя милость не изменилась мне, и тотчас избавишься от скорби и снова приобретешь через меня свое имение». Впрочем, смотри, попустит ли это Господь. В Константинополе также некто сожалел о золоте розданным нищим и вменил перед Богом милостыню другому, взяв с него деньги, равные розданным. Когда он сказал, «Не я, Господи, сотворил милостыню, но она и есть его дело», то тотчас упал среди церкви и умер, потеряв таким образом и золото, и жизнь. Выслушав это, блаженный Феодор образумился и начал оплакивать свое падение. Ублажая брата, исцелившего его от столь опасной душевной болезни. О таких людях сказал Господь, «Если кто из ничтожного излечет полезное, то сделаю, как мои уста». С этого времени между Феодором и Василием еще более усилилась любовь друг к другу. С тех пор преподобный Феодор неустанно преуспевал в заповедях Божьих, стараясь совершать все необходимое для праведной, богоугодной и святой непорочной жизни. Дьявол же подвергся великому постаромлению, не будучи в состоянии окончательно привестить преподобного Феодора с ребролюбием. Он опять вооружился на преподобного, строя новые козни, чтобы возбудить в нем страсть любостяжания. Однажды игумен послал преподобного Василия из монастыря на некоторое послушание, исполнение которого заняло у него три месяца. Считая это время удобным для своих козней, дьявол, приняв образ Василия, пришел в пещеру к преподобному Феодору, как будто бы для душеспасительной беседы. «Как ты, — говорил он, — преуспеваешь в добродетельной жизни. Прекратилась ли у тебя борьба с искушением бесовским или все еще продолжается, возбуждая в тебе любостяжание через воспоминания о имении, розданном нищим?» Преподобный Феодор, не узнав беса и полагая, что с ним, — говорит, — брат Василий, отвечал, «По твоим отчим молитвам я с успехом выдерживаю борьбу с дьяволом и не слушаю возбуждаемых им мыслей. И теперь, что ты мне прикажешь, я охотно исполню, повинуясь тебе. В твоих наставлениях я нашел великую пользу для моей души. Мнимый же брат, не слыша из уст преподобного Феодора имени Божия, приобрел еще большую смелость. «Я даю тебе, — сказал он, — новый совет. Исполнив его, ты найдешь покой и скоро получишь от Бога вознаграждение в размере разданного тобой имения. Проси у Господа Бога, чтобы Он послал тебе множество золота и серебра, и не позволяй никому входить к тебе в пещеру, и сам не выходи из нее». Преподобный Феодор обещал все это исполнить. Тогда оставил его полное злых ухищрений дьявол, незаметно внушая преподобную мысль о приобретении сокровищ. Он побуждал его молиться об этом. Блаженный Феодор молил Господа послать ему сокровище, которое он обещался все раздать нищим. После молитвы он уснул и увидел во сне беса, который, приняв вид светлого ангела, указывал ему на сокровище в пещере. Это видение было не один, а много раз. Спустя некоторое время преподобный Феодор пришел на указанное ему в сновидении место. Начал копать, он действительно нашел здесь сокровище, состоящее из золота, серебра и ценных сосудов. После этого бес под видом Василия опять пришел к нему и сказал, «Где данное тебе сокровище?» «Явившийся тебе ангел открыл и мне, что по своим молитвам ты получил множество золота и серебра». Боженный Феодор не захотел показать ему сокровище. И тотчас коварный бес начал явно советовать ему, влагая ей тайные помыслы, взять сокровище и удалиться с ним в другую страну. Сначала он сказал преподобному, «Не говорил ли я, брат Феодор, что ты вскоре получишь от Бога вознаграждение за розыное тобой имение?» Ибо он сам сказал, «Всякий, кто оставит дом или села имени моего ради, во сто крат более получит и жизнь вечную наследует. И вот теперь в руках твоих богатства делай с ним, что хочешь». «Я затем просил его у Бога, — отвечал преподобный, — чтобы все дарованное мне раздать нищим, и думаю, что для этого именно оно и не спослано мне. «Смотри, брат Феодор, — возродил враг, — не причинил бы дьявол опять тебе скорби через это раздаяние, как прежде. Сокровище дано тебе, как замена розданного тобою, и я даю тебе совет. Возьми его и иди в другое место, а там приобрети себе землю, и в том месте можешь спастись и избежать бесовских козней. Когда же придет время смерти, то никто не запретит тебе раздать имущество кому захочешь, и по тебе через это сохранится благодарная память». Преподобный Феодор отвечал, «Мне стыдно, что я, оставя мир с его благами и обещавшись окончить жизнь в этой пещере, сделаюсь бедлецом и мирским человеком». «Ты не можешь, — убеждал его дьявол, — скрыть здесь сокровище, а в нем узнают, и тогда возьмут его от тебя. Лучше послушайся меня и исполни скорее, что я советую тебе. Если бы Богу не было угодно, чтобы ты обладал имуществом, то он не послал бы тебе сокровища и не известил бы меня, чтобы я тебя наставил. Тогда блаженный Феодор, поверив бесу как брату, начал тайно приготовлять повозки и сосуды, в которые бы мог поместить сокровища, чтобы с ними выйти из пещеры и отправиться, куда бы повел его дьявол, хотевший хитрости свои удалить святого от места преподобных Антонио и Феодосия, от Пресвятой Богородицы и главным образом от Бога. Но человеколюбивый Господь, который хочет, чтобы все люди спаслись, спас по молитвам своих преподобных и раба своего Феодора. В это время возвратился из путешествия преподобный Василий, ранее избавивший блаженного Феодора от злых помышлений. Желая повидаться с ним, он пришел к нему в пещеру, говоря, «Как ты проводишь теперь, брат Феодор, жизнь свою по Боге? Давно я тебя не видел». Не видал. Преподобный Феодор удивился такому приветствию и сказал, «Что это ты говоришь, что долгое время не видел меня? Вчера, третьего дня и раньше ты постоянно приходил ко мне, поучая меня, и вот я теперь отправляюсь, как ты мне велел». В твою очередь преподобный Василий еще более удивился такому ответу. «Скажи мне, — спросил он, — что значит твои слова, будто я вчера и третьего дня и раньше постоянно приходил к тебе, наставляя тебя. И куда ты идешь? Я только сегодня возвратился с дороги, ничего не знаю, быть может, тебя искушал дьявол? Молю тебя ради Бога, не скрывайся от меня». Преподобный Феодор с гневом сказал ему, «Что ты искушаешь меня? Зачем смущаешь душу мою, говоря в одно время так, а в другое иначе? Чему я должен верить?» Выразив так ему свою досаду, он прогнал его от себя. Выслушав это, преподобный Василий удалился в монастырь, а без сно пришел в образе Василия к преподобному Феодору. «Потерял я окаянный ум, — сказал он, — говоря тебе то, что не следует, поэтому я не помню поношения, нанесенного мне тобой, и повторяю тебе опять. В эту же ночь иди скорее отсюда, захватив свое сокровище». С этими словами он удалился. Преподобный же Василий, взяв с собой некоторых старцев, опять пришел к Феодору. «Бог, — свидетель, — обратился он к нему, — что прошло три месяца, как я не видел тебя. Я был отослан игуменом по монастырским делам, сегодня третий день, как я возвратился. А ты едва только я вошел к тебе, сказал мне, что за все время моего отсутствия я постоянно приходил к тебе. «Думаю, чтоб тебе приходил в моем образе бес. Если хочешь убедиться, сделай так, не позволяя никому из пришедших к тебе начинать беседы с тобой, прежде чем он не сотворит молитвы Иисусовой. Если вошедший не захочет, тогда узнаешь, что он есть бес». После этого преподобный Василий сотворил молитву запрещения, призывая на помощь святых, и наставив Феодору ушел в монастырь в свою келью. Бес не дерзнул снова яйца преподобному Феодору, и для него стало явно коварство обольстителя. С той поры он заставлял каждого приходящего к нему прежде всего сотворить молитву Иисусову, и потом уже беседовал с ним. Так преподобный Феодор победил врага и избавился при помощи Божьей от усть льва, ищущего добычи. Подобное избавление Господь оказывал и оказывает многим избранникам своим, скитающимся по пустынях и пропастях, безмолвствующим наедине в затворах. Им нужна великая нравственная сила и Божья помощь, чтобы их во время борьбы не победил и не поглотил зверь-душегубитель. Будучи избавлен от рва погибели, преподобный Феодор стал заботиться о том, чтобы впал в яму сам враг рода человечества, прежде всего он закопал глубоко в землю найденное им сокровище, едва не приветствую его к отпадению от Бога. В то же время преподобный Феодор непрестанно молил Господа, чтобы он даровал ему забвение места, где зарыто сокровище, и отнял от него страсть любостяжания. Господь услышал молитву раба своего, преподобный Феодор совершенно забыл, где было скрыто им сокровище, и никогда не думал о приобретении богатств. Золото и серебро для него стало не дороже грязи. Затем, чтобы не пребывать в праздности, которая порождает леность, а с ней и беспечность, чем дьявол снова мог воспользоваться для своих искушений, преподобный Феодор возложил на себя великий труд. Он поставил в своей пикфере жернова и стал работать на братье, причем не только сам молол жито, но сам и приносил его из монастыря. Ночь он проводил почти без сна, посвящая большую часть ее молитве и работе на ручных жерновах. А днем относил муку и снова приносил жито. Своими трудами преподобный в течение многих лет немало облегчал монастырских рабов, не стыдясь разделять их труд. Однажды монастырский келарь, увидев, какой тяжелый мучительный подвиг возложил на себя преподобный Феодор, пришел в изумление и в умиление. Когда было привезено из монастырских сел жито, он отправил пять вазов его к преподобному, чтобы он избавил себя от лишнего труда. Не ходил за ним в монастырь. Преподобный Феодор, высыпав жито, принялся за работу, пая псалмы. Утомившись, он хотел немного отдохнуть. Вдруг раздался как бы удар грома, и жернова начали сами молоть. Поразумев козни дьявола, преподобный Феодор поднялся и начал усердно молиться, после чего сказал громким голосом, «Господь запрещает тебе, лукавый бес!» Но бес не переставал молоть на жерновах. Тогда преподобный снова сказал, «Во имя Отца и Сына и Святого Духа, свергшего тебя с небес, и дашь во власть угодников своих, я грешный, повелеваю тебе не оставлять работы, пока не перемелишь все жито, потрудись и ты на святую братью!» Сказав это, он продолжал молитву. Бес же не посмел ослушаться, и в одну ночь измолол все жито. Утром преподобный Феодор дал знать Келарю, чтобы тот прислал за мукою. Келарь удивился столь необычайному делу, как можно было смолоть в одну ночь пять вазов, и сам отправился в пещеру, чтобы вывести из нее муку. Причем совершилось другое чудо, от этого же жито получилось еще пять вазов муки. Так сбылось здесь, сейчас в рассказанном, событии и жизни преподобного Феодора слова апостолов, некогда говоривших Иисусу Христу, «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем, а также и обетование самого Слова Божия. Все даю власть вам наступать на змеи, на скорпию и на всю силу вражию». Лукавые бесы хотели устрашить преподобного Феодора и заставить его повиноваться себе, как прежде, во время его крещения, но вместо этого сами наложили на себя узы рабства, так что принуждены были его запить. «Мы не будем более появляться здесь!» Преподобные Феодор и Василий установили между собой благочестивые обычаи никогда не утаивать своих мыслей, но обоим обсуждать их вместе, чтобы видеть, насколько они Богу угодны. По обоюдным совещаниям Василий удалился безмолвствовать в пещеру, а преподобный Феодор, как достигший уже старости, вышел из нее с тем, чтобы поселиться в древнем монастыре. В это время монастырь был сожжен. Деревья на устройство церкви и кели, пригнанные плотами под Днепру, лежали на берегу, и наняты были работники, чтобы ввести их в гору. Но преподобный Феодор, желая сам поставить себе келью, начал на себе носить бревна с берега на гору, не дозволяя никому работать за него. Лживые бесы, забыв свое вынужденное подневольное работой, обещание никогда не приближаться к преподобному, снова начали свои козни. Все бревна, какие с великим трудом блаженный Феодор вносил за день на гору, бесы ночью сбрасывали вниз, желая через это добиться его удаления. Поняв козни бесов, преподобный сказал им, именем Господа нашего Иисуса Христа, повелевшего вам войти в свиней, я, грешный раб, его повелеваю вам все бревна с берега перенести на гору, чтобы братья, работающие Богу, не отрываясь от своего труда, и могла без ваших козни выстроить храм Пресвятой Богородицы и келии себе. Тогда узнаете, что Господь присутствует на этом месте. В ту же ночь бесы переносили с берега на гору все бревна, предназначенные для постройки монастыря. Когда утром на берег приехали нанятые для перевозки, то не нашли ни одного бревна. Поглядев по сторонам, они увидели, что бревна уже находятся на горе и не свалены в кучу, а разложены в порядке, особо предназначенные для крыши, особо для пола и особо длинные чрезвычайно тяжелые балки. Все это, как дело, превышающее человеческие силы, возбуждало удивление. Так прославился Господь через угодников своих Федора и советника его Василия. Ради их подвигов Господь явил это чудо. Но эти сродные по духу рабы Божии не гордились. Видя повиновение себе бесов, следуя наставлению Христа, не радуйтесь, что и духи вам повинуются, а радуйтесь же, что имена ваши написаны на небесах. Бесы же, столь явно обличенные в своих кознях святым Федором и Василием, не могли стерпеть своего поношения. Они, когда-то воспользовавшиеся как боги, почитанием и поклонением от язычников, теперь должны были переносить от верных угодников Божьих презрение, унижение и бесчестие. Должны были, как рабы, купленные и трудиться для них, то меляжи, то таская бревна. И к тому же повинуясь запрещение тех же святых, они должны были удаляясь от людей. Поэтому-то во время переноски бревен они и вопили, как слышали некоторые, «О, злые, лютые враги наши, Федор и Василий, мы не перестанем бороться с вами, пока не предадим вас смерти». С этого времени лукавые бесы, не зная, что послужат к еще большему прославлению преподобных, начали всеми способами возбуждать злых людей на святых Федора и Василия, то тяже по чудесным перенесении бревен, нанятые для перевозки рабочие и подняли возмущение. «Давай нам, говорили необлаженному Федору нашу плату, мы не хотим знать, какими хитростями ты вместе с Василием перенес бревна, когда мы готовы были их перенести». Того же присудил и недобросовестный судья, будучи подкуплен золотом, не помня угрозы Господа, что судящий неправедно сам будет осужден. Он не побоялся сказать преподобному Федору, «Пусть помогут тебе платить те бесы, которые помогли перевозить». Великую скорбь доставила это новое искушение дьявола, нестяжателю Федору и советнику его Василию. Не достигший смерти преподобных, дьявол, вспоминая свою первую победу над блаженным Федором, возник опять смертоносную бурю. Приняв образ преподобного Василия, безмолвствовавшего в то время в Варяжской пещере, он пришел к одному из ближайших князю-бояр. Это был человек жестокий, нечестивый, лично знавший преподобного Василия. «Феодор, живший до меня в пещере, сказал ему искуситель, нашел большое сокровище, состоящее из золота, серебра и ценных сосудов и хотел был оббежать с ним. Да я удержал его, теперь он притворяется юродивым, имеет сношение с бесами, которым приказывает то молодь жить, а то носить бревна на гору с берега. При всем этом он тщательно скрывает найденное им богатство, чтобы удалиться с ним куда-нибудь тайно от меня, когда настанет для этого более благоприятное время. В последнем случае князю, конечно, ничего не достанется. Услышав это, боярин повел мнимого Василия к князю Светиславу Святополковичу. Бес рассказал и ему то же самое, присоединив еще следующий совет. Схватите его как можно скорее, пока не сбежал, и тогда получите сокровище. Если он не захочет расстаться с ним добровольно, прибегните к побоям, но если после них не согласиться отдать, то подвергните его, не жалея пытки, и позовите меня. Я перед всеми уличу его и укажу самое место, где спрятано сокровище. Обольстись таким образом князя бес скрылся. На другое утро князь, точно собравшись на охоту или против неприятеля в сопровождении множества воинов, поехал в монастырь. Взяв преподобного Феодора, он привел его к себе в дом и стал сначала с лаской спрашивать его, скажи мне, отче, правда ли ты, как я слышал, нашел сокровище? Да, отвечал преподобный, я действительно нашел его, и оно спрятано теперь в пещере. Неизвестно ли, снова спросил князь, кто именно спрятал его, и как много в нем золота, серебра и сосудов. Еще при жизни преподобного отца нашего Антония, сказал Божий Феодор, говорили о сокровище, спрятанном варягом в этой пещере, отчего она до сих пор называется варяжская. Я видел его, оно состоит из множества золота, серебра и сосудов, только латинских. Почему же ты очень не отдашь его мне, спросил князь? Я разделю его с тобой, ты возьми сколько тебе будет нужно, и за это ты станешь вместо отца как мне, так и моему отцу. Последний в это время находился в Турове. Преподобный Феодор сказал на это, я бы ничего не потребовал бы себе из того, что мне не принесет никакой пользы, все бы отдал вам. На вас лежат такие заботы, от которых я совершенно свободен. Но Господь отнял у меня всякую память о том месте, где мной зарыто сокровище. Тогда князь лугом, скуйте этого монаха по рукам и ногам и не давайте ему даже через три дня хлеба и воды, он не дорожит моими милостями. После того, как преподобный Феодор был закован, его снова спросили, куда он спрятал сокровище. Преподобный Феодор отвечал на это тоже, что и ранее, я сказал уже, что не знаю, где оно находится. После этого ответ отнязь велел его бить, так что влосяница бывшая на преподобного мочилась кровью. Потом по приказании того же князя его повесили в сильном дыму и, привязав сзади, развели под ним огонь. Многие удивились терпению преподобного Феодора, он пребывал среди пламени, точно среди росы. Огонь не коснулся даже влосяницы. Один из видевших это рассказал князю, последний, придя в ужас, опять стал увещевать старца. «Зачем ты губишь себя, не открывая сокровища, которое должно быть наше? Я тебе истину говорю, что по молитвам брата моего Василия был избавлен от серебролюбия, когда нашел сокровище, и теперь снова повторяю, «Господь отнял у меня память, где оно зарыто», отвечал преподобный Феодор. Выслушав этот ответ, князь тотчас послал заблаженным Василием, которого привели силы, так как он не хотел выходить из пещеры. «Все, что ты советовал мне сделать с этим злым старцем, обратился князь к преподобному Василию, я сделаю, но ничего не достиг и призываю вас свидетеля тебя, которого желаю иметь вместо отца». «Что же я тебе советовал?» спросил в недоумении преподобный Василий. «Он, несмотря на мучения, не хочет открыть, где спрятано им сокровище, которое, как ты сообщил мне, было им найдено», отвечал ему князь. «Узнаю козни лукавого беса», сказал преподобный Василий, прельстившего тебя, оболгавшего меня и этого честного мужа. «Вот уже пятнадцать лет, как я не выхожу из пещеры». «Ты при всех нас говорил князю», возразили присутствовавшие при разговоре беса с князем. «Вас всех прельстил бес», отвечал преподобный, «я не видел ни вас, ни князя». Разгневанный князь приказал и его, как преподобного Феодора, подвергнуть жестокой пытке. Не вынося обличения и придя в сильнейшую ярость от опьянения, перешедшую в буйство, он взял стрелу и ранил блаженного Василия. Излегший стрелу из своего тела, преподобный бросил ее к князю со словами, «Этой стрелой скоро сам будешь ранен», что избылось по пророчеству святого. После этого князь велел заключить преподобных еле живых уже от мучения в отдельную темницу, чтобы утром подвергнуть их новым более жестоким пыткам. С ужин ночи оба преподобных отошли ко Господу в 1998 году. Господь вывел их души из темницы для прославления Его Всесвятого имени в пресносущем свете в 1098 году. Узнав об их смерти, пришли братья и, взяв тела святых страдальцев, с честью погребли их в варяжской пещере, где они проводили свою полную богоугодных подвига в жизнь. Впоследствии они были перенесены в пещеру преподобного Антония, где и до ныне лежат нетленны в окровавленных одеждах и влосяницах, тоже не подвержившись отлению. Спустя немного времени после их блаженной кончины сбылось пророчество преподобного Василия. Князь Мстислав Святополкович был ранен стрелой во время битвы с князем Давидом Игоревичем в городе Владимире. Узнав стрелу свою, которую ранил преподобного Василия, он сказал, «Вот я умираю, наказываемый за преподобных Федора и Василия». Так злой убийца был наказан за свое преступление. Преподобные же страдальцы, как победители дьявола, побеждающего сребролюбием, увенчаны нетленным серебром и золотом, но вечной славой и честью они получили венеса драгоценного камня Христа. Ему же честь и слава с Богом Отцом и Святым Духом ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, будете регулярно получать с нашего канала. Продолжение следует...